Дорогие друзья, здравствуйте! Я очень рад представить вашему вниманию очередной информационный блог от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. По Божьей милости в эту субботу буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом использовал меня. И слово, которое будет звучать, оно преобразовывало как мою личную жизнь, так и жизнь каждого, кто будет на нашем богослужении тут в церкви или же будет смотреть нас в прямом эфире. Также хочу напомнить, что в эту же субботу в 5 часов вечера наш семейный отдел будет проводить очередную или вторую встречу. Мы приглашаем на эту встречу все семьи, которые прожили вместе от 6 до 10 лет, 10 лет включительно. Вас ждет интересное общение, новые знакомства, интересный семинар. Вы сможете поделиться своим личным опытом из семейной жизни и услышать опыты других людей. Так что, пожалуйста, приходите обязательно. Мы ждем всех вас. Я думаю, что вы должны были уже получить смс-сообщение от руководителя семейного отдела об условиях принятия участия в этой встрече. Так что, пожалуйста, отреагируйте как можно быстрее, чтобы все это было приятно для каждого из нас и прошло наилучшим образом. Также хочу сказать, что 28 февраля в 7 часов вечера на базе нашей общины начинает свою работу Центр поддержки и развития сферы. Я уже говорил об этом в прошлый раз. Мы будем тут стараться помогать людям в духовной жизни их, а также в социальной жизни. Мы будем приглашать разных специалистов, которые будут говорить о разных сферах жизни тут в Соединенных Штатах Америки. На этот раз или на эту встречу мы пригласили человека, который расскажет о медицинском страховании. Как оно работает здесь в Соединенных Штатах Америки. Что нужно для того, чтобы получить эту страховку. На что можно рассчитывать, когда у тебя есть уже страховка. Можно ли иметь страховку бесплатно и так далее. То есть масса вопросов, на которые вы сможете получить ответ. Так что, друзья, ждем вас. Приглашайте своих друзей и знакомых. Встреча будет в среду, 28 февраля в 7 часов вечера. Если же у вас есть дети от 6 до 15 лет, то мы с радостью примем их в наши клубы искателей приключений и следопытов. Думаю, что эта встреча будет интересна как для взрослых, так и для детей. Еще хочу напомнить, что 2 марта после утреннего служения у нас будет членское собрание. Есть ряд вопросов, которые нам нужно будет принять или утвердить. Нам нужно будет утвердить кандидатуры в помощники казначея нашей церкви. Обсудить проект внешней реконструкции нашего дома молитвы. Утвердить использование годовых пожертвований. А также будет представлен вопрос Сергея Наумова. Так что, друзья, просим вас не пропустить эту встречу членское собрание, которое будет 2 марта после утреннего служения. 8 и 9 марта у нас в гостях будет Юрий Бондаренко. Я думаю, что многие из вас помнят его. Он уже приезжал к нам. Это врач-психотерапевт, руководитель клиники Ангелия в городе Киев, Украина. Все помнят, насколько важными эти встречи являются для нашего духовного развития, для укрепления наших семейных отношений. Я уверен, что будет время, когда вы сможете пообщаться с ним один на один. Так что, пожалуйста, планируйте таким образом ваш календарь, чтобы в эти выходные вы были вместе с нами. Напомню, это будет 8 и 9 марта. Еще одно объявление. Семья из 5 человек ищет жилье, но жилье недорогое. Если вы знаете, что где-то сдаются апартменты недорогие, или, возможно, кто-то ищет семью, которая могла бы жить на территории участка, может, это какое-то фермерское хозяйство или что-то похожее с этим, они могли бы жить и работать там, то это тоже очень хороший вариант для этой семьи. Если у вас есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите мне или звоните. Мой номер телефона 916-254-8182. Этот вопрос очень срочен к решению, так как у этой семьи есть буквально полторы недели для того, чтобы освободить то жилье, где они сейчас проживают. Пожалуйста, если есть какая-либо информация по этому поводу, дайте мне об этом знать. Перехожу к нашему молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за здоровье Ларисы Подоляка, за лечение Сонечки. Конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы прекратилась война в Украине и за то, чтобы прекратились боевые действия на Ближнем Востоке. Эта неделя особенно сложная, потому что годовщина, или уже вторая годовщина, как идут бои на территории Украины, погибло очень много людей. Мы молились особенным образом на прошлой неделе, в пятницу у нас был пост и молитва. Но я прошу вас и дальше, особенным образом, этот вопрос приносите пред Божье лицо. Я понимаю, что проблема не только в войне. Проблема в изменении человеческих сердец, характеров, мировоззрения. И если это все поменяется, то и война прекратится. Поэтому пускай Бог решает этот вопрос любым образом, но чтобы Он мог привести это все к миру и согласию, чтобы мир и покой воцарились на этой территории. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 24, 4 и 5 стихи. Господи, покажи мне Твои пути, стезям Твоим научи меня, наставь меня в Твоей истине, научи меня, потому что Ты – Бог моего спасения, и я всегда на Тебя надеюсь. Пускай Бог будет руководителем нашей с вами жизни, будет Богом нашего спасения, покажет нам тот путь, по которому нам стоит идти. Все вам наилучшего, дорогие друзья. До встречи на нашем богослужении уже в эту субботу, тут, в церкви или же в прямом эфире.